приветствую друзья мы продолжаем проходить карьеру в игре что он вакс и также продолжаем зарабатывать деньги продолжаем разблокировать новые блоки технологии сегодня я планирую еще кое-что впендюрить мою лодочку и соответственно надо беречь нам солярочку потому что она нас не бесконечно у меня там осталось где-то порядка около двух двух триста что ли уже тонн дизеля за кадром я выполнил задание там где нужно было отвести человека безопасную зону пришлось конечно немного пешком побегать у нас где-то находился здесь я с удалось лодочку на лодочке доехал до сюда пробежался пешком забрал его потому что он почему-то не хотел скотина за мной идти вот переплылись на эту сторону на безопасность зона была где-то вот там газовая станция еще была заправка а вот туда вот газовая стану короче без заправка вот сюда напуя сюда ну тут слава богу он пошел за мной мы побежали прибежали я оставил тут и заработал вроде 2000 баксов да меня уже у меня уже 19000 до получается 2000 получили запрошу сдали втором месте выполнили там где мы потопили лодку и 2000 заработал я за кадром получается 19 до всего было 15 наши разблокировали мы начальную логику дальше начал разблокировать сенсоры до сенсора потому что без пидометра она вообще очень тускло вот а ну в дальнейшем будем сегодня может зарабатывать побольше очков ноги на собираем и построю и начнем разблокирует постепенно модульные движки но я еще хочу вот витя дочка ловки потратить на кнопки пригодятся к нам кнопки особенно вот эта ключика ну тоже классно без него не могу ладно короче зашло сюда поспать хотя уже спать смысл уже рассвет тут у меня песик оказывается среди на книги валяется бутылка валяется он кстати меня до этого был не на кровати я зашел у меня был на полу почему-то а вот видел схватил книгу так вот метод 100 хулигане да и бутылки раскидал начать дал ты песик кстати свисток кстати да благополучно я про и потерял этот фонарик поэтому надо будет заспавнить час его ладно короче друзья но спать смысла нет хотя может быть дождаться а сколько там осталось 35 минут не давайте пойдем к лодочке пока что займемся с ней потому что раз у нас появилась новая логика я давно хотел сделать нормальный нормальное управление чтобы у нас троттл управлялся не троттл рычаг управлялся не вручную а с помощью кнопок ws плюс хочу убрать еще один рычаг который у нас управлял сцеплением мы сегодня сделаем авто сцепление да и на ради мучу поставить индикатор коробки что у нас включена коробка повышенная передача и возможно я вот не знаю как у нас индикаторы смотри только сейчас заметил что у нас есть крючки мы можем просто лодку суда короче можем сюда коннектить и лодку прям прикольно она будет часто потестить до 2300 осталось это у нас изначально было 266 676 сразу 2300 ну и в дальнейшем друзья надо все таки искать денутся заправки есть заправочные станции надо будет сплавать поискать и соответственно под в дальнейшем закупиться и кинем вот здесь у себя за спали цистерну хотим как мы за спален здесь да я вот даже не представляю себе этого ну или кроме что цистерна там где-нибудь в возле ну-ка давайте посмотрим вот таких ручков у нас нет где-нибудь снаружи с этой стороны что-то вот я не наблюдаю короче куда мы по коннектить не заманит у нас тоже сейчас надо недоступны с каким-то образом надо ее нам и при коннектить тут абсолютно еди ну пони да вот набрать много баков солярка и привести куда-нибудь сюда ладно что мы придумаем хотя здесь что ну ладно придумаем как уж пробежались ничего не нашли что же давайте первым делом займемся так это так это короче как управлять лодкой то есть управлять ржигом с помощью кнопок w с у нас слава богу появился 3 слоги ланок седанами вот давайте на первым делом покажу что я сделал с лодкой я немножко перекрасил теперь она у меня выйдет вот так добавил такую небольшую кабинку чтобы нас дождик или намочил ну окна подобавлял то что нам необходимо то есть они тучили это всегда нам нужен потом сварщик обычным по бокам у нас аптечки все что с одной что с другой стороны здесь один дефибриллятор и один подводный сварщик тоже на всякий случай здесь вывел от топливных баков коннектор то есть мы можем теперь заправляться заправлять нашу лодку и здесь положил шланг топливный и вот давайте на вместо вот этого мы сюда положим цвет выберем положим веревку как и называется не помню урок вроде чё-то там такое роб роб она 20 метров так и уйди отсюда а вот и ну начинается блин нормально же общались отлично вроде бы она давайте сейчас заспавним 1980 и насчет того что почему двигатель держал держал стабильные обороты да все было дело в том что то это вот эта водичка попадала к нам в двигатель если у нас тут выход воздуха был то есть вход теперь его поднял чуть выше сейчас вот он вот он флитпорт с одной стороны и с другой то есть теперь у нас двигатель ой вода двигатель не попадает так тут еще есть такой нюанс что меня вот эта штука занята сейчас мы туда улучшилось сделаем тут мы это убираем так но что еще по лодке показать вроде бы больше ничего особенно подсветку сделать чтобы ночью было все видно рычаг мы сегодня уберем уже под спидометра выявил все да принципе больше ничего андре вторую выхлопную вывел тоже просто более смотрится давайте заспавним берем веревку туда мы на плен достанем на о я видел есть все ну таким образом мы можем здесь лодочку вставлять и никуда и не цунами ничего никуда ее ничего себе не случится кстати насчет цунами да я же поставил 60 60 минут цунами надеюсь хотя чё надеюсь нам надо как-то эту лодку испытать как она к цунами тебя будет вести ладно убираем веревку кладем и обратно в принципе все возвращаем на лодку суда и давайте теперь заниматься первым делом в с да в с троттл троттл в с это у нас вот этот рычаг ну грубо говоря это управление нас заслонкой нолик это мы подаем поза закрываем на слонку дроссельную один это полностью открыт вот напрямую она у нас идет на дроссель двигателя одного и двигателя другого так чтобы мы могли управлять с помощью w с на композит у нас открыто все можем да мы можем схему сделать то давайте не будем усложнять часть ну что усложняется композитами давайте просто добавим тресхолд гейт не фейт ангейт нам понадобится два штуки это уставлен минимальное значение и максимальное давайте один мы сюда поставим это чё лишний блок у нас подождите-ка стоять а нет 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 правильно один суда другой поставим сюда наш минимум минимальные значения у нас получается будут минус единички да давайте минус 0 0 1 а максимальный это у нас 0 0 1 1 так по сути и все теперь переходим в логику и давайте все это дело правильно подключим так тут мы все на трот ли оставы оставляем правильно но теперь где у нас w с еще на кресле вот w с это мы тянем на тресхолд гейты 1 и 2 так как у нас это слогеет но еще раз напомним как работает и слоге то есть вот этих параметрах у нас и выдает на выходе единичку все что за этими за этими параметрами это у нас нолик один это включено нолик это выключено так и мы это установили максимально ощущение это минимально это получается минимальная тянем на на троттл да а мы тянем на максимальный и обязательно нам кое-что еще сделать ну как обязательно вообще до обязательно давайте сейчас сразу напишем надо обязательно тут резать и интенсивность поставим чувствительность сто процентов ну и давайте потестируем как он это будет первых включим питание вот жму жму w вот жму так бросаю жму бросаю вот все работает вот теперь мы не будем на вот этот рычаг отвлекаться это очень классно так как раз таки я тут увидел местечко от индикатор у нас индикаторы точно есть есть канал перекрасить такой цвет развернуть вот так ну и давайте какой-нибудь яркий свет потому что цвет ну что так можно сказать не увидим выбираем аддитив подавайте пускай белый будет очень страшно беленьким пускай светит подключаем к нему энергию и получается так переходим в логику и где у нас случается на единичку нас случается передача до первое но повышенная получается то есть и и тогда тянем на индикатор то есть как мы включили повышенную передачу у нас загорается индикатор потому что иногда не вижу не я же не понимаю когда она включена передач поэтому когда мы особенно медленно движемся или подложим ушли с лодки завелись пришли козы как при даже кучу на я конечно потом разберемся но все равно дикоция вообще не было бы неплохо можно поставить чтобы она мигала но навкана нужно не будет отвлекать так это мы разобрались теперь давайте теперь авто сцепление тут мы скорее всего создадим микроконтроллер назовем его клач клач болот и сразу же его сохраним 2077 вот чтобы отличались от других что у меня там есть клачи всякие что ж что нам потребуется во-первых от рпс мы будем получать данные рпс естественно цифровой сигнал выбираем о не выход а вот окно и соответственно так это рпс будем получать и будем отправлять сигнал на сцепление включить его выключить тоже цифровой случае нас вообще микросхема маленько получится можно вот это нет не вот это а вот это уменьшить оп лично ты сюда рпс суда и так треслоги там снова потребуется и предположим у нас будет включаться начинает включаться цепление с каких оборотов у нас стоит максимум 15 холостые где-то ну 3-4 оборота давайте где-то 6 и давайте на 1 7 и будет включаться у нас будет включаться нас посихонько сцепление так нам потребуется еще об даун каунтер чтобы это сцепление плавно у нас включалась поэтому инкремент давайте сделаем здесь ну вообще надо будет тестировать но сделаем наверно 0 0 1 пока что сделаем это нам не нужно кламп обязательно мы включаем и значение минимальное максимальное насыпление у нас идет единичка это мы сюда так вот здесь это у нас об отдал нам не нужно а грезит нам в принципе нет нужен 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 здесь мы поставим отрицание значит здесь подключаем сюда этому пас тяни на об обдаун каунтер и сюда же на отрицание а это в принципе мы тянем на резать вот все сохраняем ищем его здесь клатч 2077 а нет клатч борт называется это мы сохранили как 2077 так с микроконтроллер у нас маленький поэтому увидим если можно куда угодно спрятать значит рпс мы тянемся как всегда с движка любого из первых со второго а вот это мы тянем на сцепление сцепление у нас вот и теперь в принципе мы можем убрать вот этот рычаг нам уже нафиг нужен пока что поставим обычные блоки а потом сюда впихнем какие-нибудь может быть кнопочки панели или еще что-нибудь кстати да еще хотела прожектора нас есть да есть а то вот этот фонари но вообще не эффективно их лучше использовать как габарит так да и вам уже принципе аналогичным образом настроить как вот этот рычаг сейчас давайте сразу же подключим включаться ты у нас будешь у нас уже на все кнопки заняты да один это у меня это повышенная это нет это задний ход это у нас включается подсветка в кабине на четверочку можно включать прожектор спотлайт и у нас еще есть кнопочки а об даун вот можно найти кнопочки сделать чтобы он свращался ведь у нас rotation есть то есть чтобы вращался этот прожектор так про наш и правильно расположил все верно нам тогда снова потребуется трес холд гейт хреновый или нет и чтобы поворачивать и таким же способом это тоже потребуется рычаг давайте без рычага у нас получается когда мы даже если залипания сделаем нет у нас об даун вот нам резать не нужно потому что мы сейчас уже нажали вверх у нас опустился до или поднялся из когда мы отпустим у нас он возвратится в исходное состояние поэтому тут выбираем стики из залипания но залипание то есть могут раз тоже нажали отпустили у нас будет идти до единички то есть от меня до нички у нас принципе залипнут залипнет поэтому это тоже это тоже надо отметить давайте-ка мы сейчас нам создадим новый контроллер так сигнал мы будем принимать это vs принципе да тоже у нас он будет маленький кодик ну как проц этот микроконтроллер это у нас ротаж ротэйшн ротэйшн спотлайт но это типа такая вот индикация до иконка сохраним и давайте настроим здесь у нас выход цифровой это vs войт из об даун а здесь у нас ротэйшн так ротэйшн сюда об даун сюда пух честно пока не могу собрать как сделать давайте ну давайте сегодня мы до начнем кламп а с первым с клампа на начнем кламп значение минимальная 005 максимальная 1 и попробуем пока что да сейчас проверим я просто помощь рычага бы что-то делал а не подключили еще нифига не подключили даже установили я буквально здесь спрятал поблизости ну ладно раз нет места давайте поставим сюда так это у нас об да он тянем а подождите-ка об да он да у нас об да он это об да он подождите нет 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 все верно это я перепутал с к с гачьими кнопками тянем сюда об да он ас это на ротэйшн а куда 30 литров делось я что-то спамил бы 1980 страны как-то так включаем энергию и попытаемся нажать об да он так а ну в принципе работает вот это только надо как бы то инвертировать сигнал не инвертировать во первых чувствительность уберем слишком жесткое залипание об да он но сейчас напишем ротэйшн спот лайт пикки а сто процентов сделать уже так куда сверка девается постоянно все меньше и меньше не нам настики вообще убрать делаем пять процентов давайте сразу по умолчанию вот это питание у нас учено будет я до сих пор не поймем куда солярка девается ой это слишком так она какую кнопку на 4 куда начали прожектор до 4 но нормально светит 5 процентов это слишком жестко на раздел это процентов процентов 15 и в принципе все мы уже лодку настроили так во первых четверки это у нас спотлайт прожектор об да он это с ротэйшн и давайте на 15 делаем мне кажется самое идеальное будет и сохраним лодочку в принципе все единственное хочу сейчас проверить не заспавнить у нас индикаторы недоступны да я хотел сегодня лодку на обозвать хотя бы даже понятиями как и обозвать в общем у каждой лодки должно быть по идее свое название то есть если это название она начинает приносит какую-то несчастье беду общем поэтому давайте придерживаться нормально нормального мышления и надо как-нибудь обозвать лодку ладно пока это еще не разблокируется у нас индикаторы давайте только раз покрасим во лично все это у нас работает теперь то что сохраним ну к сожалению пока не будем спаунить у нас нифига задание никакой не подавлялась не обновилась ничего нет давайте на поэтому так с лодкой в фуде все закончили да да закончили пойдем сейчас она поспим это можно было воски замутить кровать ладно сейчас покормим собачку поспим и посмотрим какие на задание подавлялись или добавится слышу где-то надо спор скидочка бегает ночи покормим ее а я пока посплю задумаешь сейчас что-то прокачается у нас как раз таки так снова у нас два задания эвакуировать гражданских скорее всего безопасную зону принести и пикник бот опять у нас потерялся абсолютно и 2000 такое же задание как у нас было прошлом видео экстремальная погода так здесь почему не пишут сколько денег надо так где-то в этом районе у нас лодка потерялась и козло там у нас плохая погода здесь у нас можем принципе сразу взять два задания ну как взять можем попрыть сюда пока будем искать эту лодку то что нужно сделать починить починить отлично надеюсь мы сегодня не затопим ничего и заодно забрать вот этого человечка и отвезти безопасную зону вот либо сюда либо сюда куда я приносил его по хорошему конечно машинке нужно либо сюда он поплывем не знаю надо насчет солярки реально же экономить или искать заправочные станции я думаю где-то вот в этом районе должны быть они но посмотрим короче давайте выбираем метку первым делом и поплывем вот так вот вокруг своего острова ну то есть сюда вот тут меточку ставим тоже 2000 до еда долл баксов 2000 баксов и скорее всего как сюда дочку науки но нормально так песику смотрю понравилась книга ладно песик я пошел как говорится в добрый путь 2310 так топ топливные баки надо по завязку то есть сто процентов делаю это сто процентов принципе давайте проверим еще раз все а то знаю себя провода заправка 2 си нам придется заправиться прожектор и есть а кстати чё у нас она стеченье разблокировалась сюда насколько осталось у нас я хочу просто сенсоры уже дождаться чтобы мы могли себе сделать спидометр нифига себе что время вообще остановилось ну ладно хрен с этим спидометром так поедем без него будем плавать места есть аптечки есть огнетушитель сварщик дефибриллятор который нам вряд ли пригодится ну все в принципе все есть да вот как в принципе зачем сохраняем несколько раз спауним ее сохраняемся с этого места смотрим сколько у нас опять слярки 635 я ничего не понимаю чем так прыгает садимся в принципе вот это с подсказку можно убирать так а кстати давайте сразу коробку кучу оп и я нифига не вижу индикатор а вот так вижу оп 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 момент это печально давайте перенесем вот в эту сторону индикатор имеется ввиду выбираем его вырезаем тут мы по-любому будем видеть так ничего не нарушаю нормально все пасты очищаем объединяем и здесь закрываем лично теперь то что сохраняемся спауним сохраняемся снова и поплыли я все равно не понимаю куда слярка дева одевается там пути несколько литров там ну сейчас вообще нормально 28 фигеть мы даже лодку не заводили а слярка куда-то у нас делась так прожека давай час нормально нормально работа давайте до конца опустим вот те индикатор видно отлично все друзья в путь так заводим 368 литров я думаю нам за глаза хватит кстати расход у этой лодки я бы сказал относительно небольшой когда включаем и повышенную передачу и рпс у меня где-то в районе восьми ну максимум десяти ну я вам покажу расход прям класс меня радует что ж у нас уже работает сцепление отплываем до потихоньку а ну да видите у нас при 6 мы поставили до сцепления все видите я просто жму немножко нажимаю рычаг и нас водка начинает ускоряться то есть автосцепление на замечательной работой надо инкремент немножко подуменьшить в принципе нормально сейчас 8 до давайте земли то ну где-то вот 8 9 рпс это вот самая идеальная скорость как бы более менее нормальная на таких оборотах соответственно двигатель не так напрягается температура не растет и расход можете наблюдать что он вообще копеечный если на этом и немножко эконом интересно тут мы можем проплыть вроде как можем и это если у нас будет с вами мы как нибудь услышим даже не смотря на то что она кстати а я друзья катализаторами поставил мы когда ставим катализаторы у нас не так дымит транспорт поэтому блин поэтому блин да надо будет поставить ладно давайте немножко разгонимся до десяти нет на слишком ну все кстати вот старом старой карьере на старом острове у нас попадались прям в океане да вот эти вот ящички с наукой а сейчас вот я когда он за кадром ну пока надо гражданскую привозил я нифига эти ящички как бы и нигде не видел может быть сейчас они не спавнятся мой как-то тут чё это такое у юб это была дорога блин что-то бы не повредили это была дорога твою мать ну да только она затопленная надо будет да лучше тут не есть друзья особенно тут принципе нас но такое маленькое небольшое а если на катере писать и плыть и врезаться в дорогах про немножко затоплена нормально слава богу все у нас обошлось 26 километров ладно давайте немножко по 36 гаси немножко увеличим скорость все равно рано или поздно мы найдем думаю эти топливные станции топливные заправки и в дальнейшем мы затаримся соля ручкой так и в принципе у нас уже а нет тут не надо искать она как бы у нас уже вот есть до слакать не на а ну вот пишут что почините радар на вот этой лодке ну хорошо сейчас то доберемся сейчас точно выберем это местоположение а то мы выбрали почему-то именно где экстремальная погода а кстати чё там экстремального ветер ну и все нормально так 800 метров они тоже ну 600 метров а тут у нас вообще мелководие да главное чтоб не сесть на мель ну что там вообще практически ничего не виды а вон она стоит я уже увидел вон она лодочка до ящиков что вообще пока не вижу вон он стоит ждет пока починю радар в этот раз будем предельно аккуратны не будем что-то пить никого трать не будем друзья такая же вообще один в один да это машина есть я сам не будем пстить так все приехали берем с собой сварщик и пойдемте починим радар я уже отсюда вижу что он поломан и хотя как мы тут вообще не утопим тогда вроде буря была какая-то а мы можем отсюда в принципе да да починили дали 2000 рублей дали очков науки ну хотя бы и на этом спасибо но давайте вроде эксперимента неужели это тоже заведется где-то кнопку на ходу вот это а тут нас во стилинг старт ну да друзья представляете мы тоже можем завести слушайте у меня появилась идея мы может слить топлива можем будет стоять стоять стой стоп энджайн 2 так не одно так другое до прошлый раз утопила этот раз загнал на берег я друзья мы может быть сможем слить отсюда топлива хотя как мы сольем у нас у нас нет насоса на воли а я уже почти обрадовался у нас какая-то каюта да это было бы на сверх наглость приплыть и починить взять деньги еще стырить у него солярка ладно так это задание мы выполнили где у нас чувак чувак у нас вот она давайте как раз разведаем что-то зона может быть поповем сюда даже если что там спасем так или сел да блин я же забыл что я в порванной одежде и кстати во первых надо сварщик сварщик хоть и вернем обратно так заводимся и потихоньку отплываем принципе тут 27 километров осталось что нас по бензину 297 но нормально шат литров пока потратили сильно разгоняться прям не будем что у нас с разблокировкой 17 минут осталось так следом я сразу же буду кнопки разблокировать побыстрому тут тоже 35 минут всего на все и потом нам надо брать это сейчас если мы одно потратим вас будет четыре еще шесть опять очков собирать лавика друзья куча я доплыву до нет этого гражданского посадим на борт может кстати было собаку за чего-то не взял и с собой собаку место как бы есть ладно следующий раз возьмем короче нифига на пути нигде не попадались мне ящички странно прям вообще печально вообще нет ящиков хотя бы как раз таким вот новой территории сейчас исследуем я думаю как раз вот ну старых сохранениях старом мире мы с ящики нас сюда попадались так давайте где-нибудь сюда подъедем сейчас подплывем 4 когда у нас прожектора ну отлично как он светит шикарно а давайте на кто-то остановимся то прожектор выключим все принципе батарейка думали сядет мы сейчас за ним сбегаем тут рядышком этому такая свет горит чтобы я лодку хотя и так принципе индикация лодки есть блин а все-таки жаль что собачку нельзя обставить и мы могли бы и тут поставить чтобы охраняли охраняла на лодку хотя вдруг где придет загрузят верно нафиг фонарик твою мать опять я без фонарика и забыл засланировать учетом давайте хотя бы бинокль возьмем бинокль вот это ночного видения на ну хотя бы так я просто да как раз шел за гражданским заканом его полное задание я бежал почему-то зачем-то выкинул фонарик и в темноте не могу просто-напросто найти может быть сейчас ли будем плыть в сторону дома тогда я заспавним но если нет принципе хрен с ним кстати вы сейчас увидите какие нас гражданские костюме кощея ну сейчас думаю муж такой же нам попадется ну вот он спрятался а чё-то у нас такой вообще тут нельзя ничего заспалить газовая станция п.д. на чикен заур курица заур газ station вон таких станциях к сожалению нам нельзя заправиться хотя можно но тут понимаете это понимаете нам столько же давать дается топлива сколько дает ну дается на наши на нашей стартовой базе то есть она как бы везде одинаково ну тырить отсюда я тоже не вижу смысла единственное что а нет чувак чувиха в другом костюмчики вот тут есть у нас рабочий стол но почему-то он работает серьезно мячу то до этого не работал давайте сейчас сразу же туда фонарик заспауним light flashlight потратим на это 52 бакса так уж и быть где он упал вот он вот теперь мы с фонариком но вот это можем просто сейчас убрать и убрать все так чувак чувиха пойдем со мной куда тебя повезти до безопасную зону можно суданы либо заплыть снова суда и тут блин далеко бежать вот от этого места до этого хотя по делу шмет тут бы вылез а тут тоже далеко бежать неизвестно что тут ну скорее все тут тоже с боже мой кресла суша блин это хреново что на суше было бы у нас машинка моли было без проблем от отвести давайте не будем рисковать уже я знаю вроде тут суши как по карту эту в принципе более мере знаю поедем сейчас сюда остановимся где-то вот в этом районе и здесь я добегу быстренько его высажу вот давайте на так и сделаем да согласен три километра ну ты отсюда три километра тут нормально все будет так побежали побежали за мной лодка у нас да вот там от скотина вот только сейчас рассказывал людям за так за то что у меня прошлый персонаж не хотел за набежать и что там а ну что ты машешь ты дебила кусок блин а за тебя проскочил целый километр побежали что не поймаю тебя остановила ну что прыгать умеешь что они ведь повторяет ты прыгаешь они прыгают только будто на меня прыгнулся слабо побежал побежал все дерьма ты кусок все принципе уже добежали до лодки вон она все бежишь бежишь молодец запрыгнешь ли мне тебя руки присобрать молодец садись сюда нет тут у нас ты будешь закрывать обзор садись вот сюда теперь я так бинокль давали нас с собой пока ставим мало ли нам еще пригодится а вот поэтому сейчас нужна подсветка подсветка он отключается на троечку о классенько так сразу включаем заднюю передачу это тройка да нет двойка немножко газком и заводим вот выключаем и поплыли прожектор у нас значит да ладно давайте откроем что я что-то забываю правление свое прожектор у нас на четверочку нихера особо ничего не видно можно на чувака так на лодку посвятить я давайте так и оставим что разряда что нас нет но то что сейчас лодка стояла сейчас посмотрим на идет заряд нормально идет заряд а где-то кстати проезд проезд у нас не врезаться эти пока мы плывем можно проверять этим бинокль ночного видения может так или то будет ящичку что без ящиков все не интересно почему их нет может быть надо дальше отплывать на побережье ничего нет мы тогда что вроде как выполняли задание мы далеко уплывали а тут принципе сейчас топчусь одном месте потому что экономлю топлива нифига нифига никакие точки не вижу нету ящика здесь здесь то я не был но все равно территория открыта давайте смотреть мало ли не мимо немая ящика придется нам чувствую вообще сложно тяжелое выживание у нас топливо кончается ящиков с наук с наукой нету денег относительно мало дают за задание не но принципе это и прикольно чем сложнее тем интересней так пока мы тут давить это скорее все суша была нашу слабого ну сейчас один хрен возвращаемся по пути домой по пути домой соля рачки у нас как бы еще нормально надо до вывести расход хотят вводить некуда блин у нас все заблокировано еще давай 8 километров что мы рпс уже 12 так это небезопасно подождите там еще задание что ли у нас есть так сейчас чтобы не врезаться я тут прямо и заодно посмотрим да это из этого носа который торчит ничего не видно ладно куча люди друзья у нас счет оказывается есть человечек вот он ну или подождите нет да скорее всего еще не человечек но к сожалению к сожалению ты далеко друзья или вы либо его потом сам уже как всегда за кадром спасу уже не буду за ним возвращаться то есть нам ехать сюда чтобы на брата прибежал к нам и потом отвезти его суда блин а может быть сейчас сделаем 1 8 километра даже не знаю тихо нифига вот это он подлетели ты где-то разогнался я думал и цунами ну хотя вроде ничего тут сирены никакой не было так 1 4 1 4 то у нас да 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 сюда блин ну не могу оставить человека ладно давайте заканом заберу потому что иначе у нас опять виза затянется у нас прошло видео община час десять и то я там очень много чего вырезал вратаряна очень много смотрите сидит светится как будто он излучает радиацию и как он светится радиоактивных куда процесс как я буду сейчас тащить за собой тоже я на вырежу потому что смысл его выкладывать просто будет занимать лишнее время видеоролика так стоять 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 не надо никуда врезаться на тут чувак чувак она будет вытаскивать потому что он явно не залезет чувак ключевиха это не знаю кто это вот река зарядилась светлый на тут потушим и прожектор тоже выключить дофига энергии жрет четверочка до 4 уже за начинаю запоминать сколько топлива 186 уже офигеть пошли чувак я тебе отведу нифига себе мы тут не залезем так главное чувака не утопить то будет вообще все печально но тут тут мы думаем можем скрапкаться давайте возьмем фонарик да нормально давайте часов выведу наверх потому что сейчас он плюхнется в воду ну нафиг от греха подальше можно как кусок как будто мешок с картошкой лисен которые облучены так чувак как тебе высадить все следы за мной нифига ты натуре светишься ты раз этой чернобыльской атомной крест станции сбежал как раз таки его тут вот она очень похожая так меточку ж мы забыли поставить сейф-зон тут ближе точно ничего нет 2 и 2 километра а охренеть успеваешь за на бежать успевает все ладненько нельзя вот этот процесс да это будет тяжело бежать два километра в принципе я думаю где-то минут за пять реального времени мы с ним добежим скотина вот если бы он еще не останавливался мало тебе облучили активе за тобой еще набегать вот короче мы с ним пробежимся я отведу покажу сколько нам дадут и принципе на этом будем заканчивать все друзья короче мы с ним добежали с горем пополам он опять меня отставал по ходу вот эти прыжки которые прыгаем и он не успевает за нами отпрыгивать короче и поэтому он все остается и начинает останавливаться фига ты светишься коп ты в чё полицейский что ли все мы выполнили задание 5000 рублей 2000 баксов нам дали и одно очко науки и пока бежал у нас разблокировалась разблокировать сенсор или что там разблокирована была точнее изучалась сейчас я изучаю кнопки кнопки дал ты хочу ключ получить и блин у меня с честно вот эти вот миссии по доставке людей в безопасную зону начинает немножко напрягать в основном они видите по суще раскиданы поэтому может быть даже перед модным двигателем и раз все-таки разблокируем колесики видите нам надо 7 очков науки вот все молния сверкает гром гремит и возможно будем делать машинку небольшую только где делать но делать в принципе как и езде вот у нас есть рабочий стол на каждой на видите кстати вот тут нифига не работает рабочий стол то я сожму е нифига а вот тут дема были дема спасли вот туда до chicken за урга station вот там мы почему-то ну столом могли пользоваться тут почему-то не можем не понимаю почему в чем разница может быть в том что это безопасная зона то небезопасная зона может быть за это как-то влияет уже пока непонятно ну самое главное что можем на таких вот заправках заспамить то есть сделать какой-то транспорт и тем более покупать их не надо слава богу и где-нибудь оставим машинку будем по кругу кататься заправлять ее там ну развозить людей вот за этим загоняем да поэтому надо перед водным двигателем на раз все-таки сделаем колесики так ну в принципе все да батарейка практически у нас села поспать тут наверно нельзя да не где поспать прицами на пешком бежать опять обратно до своей лодки давайте сразу меточку я сделаю бежать нам два и два километра на принципе да все то же самое короче друзья сегодня вот такой вот ламповая серия вышла то есть не особо ничего многими не поменялось выполнить снова два задания отремонтировали лодку спасли человечка его короче перенесли в безопасную зону кстати пока бежал там была король она сначала испугался думала там может быть медведь сейчас нападет заглядет его и меня и на этом задание закончится в общем следующем видео я хочу вам показать кое-что интересное у меня уже проект это практически сделано с вами буду делать его с нуля то есть идею мне эту подкинул я увидел у зарубежного ютубера то есть сделайте лодку который вообще не будет использовать топливо то есть грубо говоря в водка с ой лодка с веслами мы у нас есть сейчас не покажу у нас в меню строительства есть такой кран когда мы его крутим у нас вырабатывается летящий момент то есть с помощью него то есть любая у нас лодка будет без двигателя то есть мы вручную будем ей управлять до скорость конечно будет маленькая но зато кстати друзья какая экономия топлива то есть как мы можем беречь топливо пока мы не нашли топливные заправки нормальные где мы можем купить топливо и привести у себя на базу придется нам пока что так и делать так как тут кровати нет тут кровати тоже нет ну и на этом с вами друзья будем прощаться в следующей серии да построим лодку без двигателя это будет реально очень интересно всем спасибо за просмотр и до скорых встреч до скорых встреч